Всем привет, с вами Priya. Ну что ж, относительно недавно вышел припатч к Battle for Azeroth 17-го числа. И так как BFA уже близок, пора бы на самом деле ответить на относительно простой, да и в то же время сложный вопрос. Кем играть в Battle for Azeroth? Начнем с общего. То, что, во-первых, опираться на чье-либо мнение, опираться на чей-либо взгляд при таком реально важном вопросе относительно ни к чему. Намного проще выбрать тот класс, который будет нравиться именно вам, игрокам, для какого-либо покорения контента. К примеру, если вы хотите целовать белочек, то да, это относительно без разницы, какой класс брать. Любой может целовать их на просто 10 из 10. Если же рассматривать уже какие-либо серьезности в этой игре, по типу покорения высоких ключей или покорения высокого рейтинга арены. Что, кстати, весьма хотелось бы мне сделать за долгие 8 лет игры. Ну да ладно. Как вариант, какие-либо прохождения рейдов в эпохальном режиме на самой первой неделе. Конечно, намного привлекательнее для рейда играть тем классом, который полезен именно в текущий момент. Не забывайте о том, что во время рейдовых недель, а именно на самой первой, то есть 5 сентября, произойдет некий ребаланс классов. То есть что-то поднимут на 5%, что-то опустят на 5%, какой-то класс станет не очень, какой-то класс, наоборот, спустя все 3 недели подготовки к рейдам станет весьма хорош. Ну что ж, начнем. Изначально я начну с танков, потом мы поговорим немножко о хиллах и совсем чуть-чуть о дамагерах. Итак, о танках на самом деле говорить особо нечего, так как в ВК-группе есть крайне замечательная таблица, и эта таблица меня полностью устраивает, и я, в принципе, с ней согласен. Есть табличка по танкам для Mythic+, некий их рейтинг, а именно очки полезности, которые высчитываются по таким критериям, как выживание конкретно персональное, то есть какие-либо кулдауны, какие-либо сейвы для восстановления хп, для поднятия хп, либо как вариант какие-либо сейвы для группы, либо же как вариант какие-либо магические способности, которые способны предотвратить какой-либо получаемый урон, к примеру, антимагический панцирь у Рыцаря Смерти. Также учитываются различные утилиты по типу стяжки и массовых сейвов. Ну, к примеру, ободряющий клич у воина. Теперь он есть все-таки у воина в ветке защиты. Вот он, ободряющий клич. 15% в течение 10 секунд. Ну, весьма полезно с целью того, чтобы пережить какую-то большую ауешку или большой входящий урон. Так вот, есть рейтинг танков по Mythic+. На первом месте стоит Рыцарь Смерти, далее идет Охотник на Демонов, потом Монах, Паладин, далее Воин и заканчивает эту табличку уже Друид. Увы, если рассматривать рейтинг танков по рейдам, то там немножко все наоборот. Монах стоит на первом месте, далее Друид, далее Паладин, потом идет Рыцарь Смерти наравне с Паладином, далее Вайр, Реор, ну и забыкает все это Демонхантер, ДХ. А если же рассматривать хилов? Там все весьма интересно, высчитывался средний показатель их. И идет так, что Монах является самым лучшим хилом, Паладин является самым худшим хилом. Абсолютно все ссылочки на эти таблицы можно найти как вариант в ВК-группе, ну а я позабочусь о том, чтобы люди, не знающие о моей ВК-группе, увидели все это дело в описании. Теперь же поспекулируем о дамагерах. В текущий момент что происходит на бете? А бете происходит так, что да, конечно, что-то меняется, что-то заменяется, что-то уходит к другим классам. Я не забуду тот момент, когда самый обычный магический пурш ушел от Рыцаря Смерти к Охотнику на Демонов. Это крайне печально на самом деле. От одного героического класса к другому переходят способности. Вот, так что же у нас получается по вообще дамагерам в целом в Battle for Azeroth? Ну, в текущий момент как это выглядит? Если рассматривать классы дальнего боя, то сова является... Сколько это пророчат, конечно, я не знаю, но скорее всего, возможно, даже так оно и будет. Итак, классы дальнего боя. Сова, маг, варлок, охотник и шп. В шп всегда была проблема, что им нужен разгон стат, а так как разгон стат получить особо нереально будет, по причине того, что азеритовые вещи будут являться шлемом, наплечником и нагрудником, а на них почти основные вторичные статы, то достигнуть это весьма крайне тяжело. Ну, а если рассматривать мили-дд, то таблица весьма проста. Это паладин, разбойник, анхоли-дк, энг, монг и вар. Конкретно о специализациях пока что невозможно определиться по причине того, что все это дело ребалансится, все это дело меняется, и как бы на самом деле не было в Легионе, что нам придется вылетать из одной специализации к другой. Да, конечно, в Легионе это было сделать чуточку тяжелее, по причине того, что нужно было собирать новые реликвии для артефакта, нужно было собирать новые легендарочки, нужно было качать артефакт по новой, учиться играть в другом спеке, талантики правильно расставить. Это, кстати, тоже тратит время и тратит нервы некоторые, и приходится еще и привыкнуть к ротации, а это, между прочим, тоже не особо приятно. Но я думаю, даже если такое произойдет в БФА, в дополнение, которое идет после Легиона, то особо ничего не поменяется. Азеритовые таланты, они позволят нам, так сказать, самим уже раскинуть все это дело. То есть, к примеру, если в первой полосе азеритовых талантов был выбран общий талант, то что получается? То этот общий талант и останется. Если был выбран какой-то классовый талант, какое-то классовое улучшение на конкретно этой азеритовой шмотке, то да, конечно, нам дадут, по-моему, бесплатную смену. То есть мы не сможем, к примеру, в специализации оружия пользоваться бонусом от защиты. Ну, это крайне глупо. И, конечно же, это все можно будет поменять. Вот, никаких артефактов, ничего не будет. То есть, может, приоритет стат только другой в различных специализациях, да и все. Ну, хотя, да, всегда было, есть и будет, что приоритет стат обычно разный. Так что, как-то так. Относительно точный ответ дать на то, что кем играть в Battle for Azeroth, не может дать никто. Потому что, как изначально я сказал, это выбор каждого человека. Ибо советовать кому-либо играть именно за монаха-дамагера абсолютно не посоветую. Может быть, вам не понравится этот класс, а может быть, наоборот, понравится. Кстати, почему бы и нет? Монахи весьма хорошие, дамагеры на них играют классные люди, на самом деле. Да и вообще ребята молодцы, хорошо играют все, классные. Вот, комьюнити Варкрафта, на самом деле, относительно доброе, если рассмотреть его по всем играм ру-сегмента. Так что выбирайте тот класс, который понравится именно вам, почитайте его историю. Даже если класс вам наскучил, вы его прокачали, одели, по крайней мере, отчаиваться не стоит, ведь игра в Варкрафт — это получение опыта, а опыт можно в этой игре получать всегда, играя за какие-либо другие специализации. К тому же, ведь играя за танка, вы видите бой с одной стороны, играя за целителя с другой стороны. Играя даже за мили дамагера, если сравнивать его с бойцом дальнего боя, то тоже присутствуют различия, различия в механике боссов, различия в ведении боя и в тактике все-таки, как рейды и PvP — это такая вещь, которая заставляет заглянуть на игру по-новому. Ну а самый такой еще один вопрос, весьма интересный. Стоит ли сейчас возвращаться в Варкрафт? Ну, давайте откроем календарик и посмотрим. 25 июля, события Война Шипов. Конфликт разгорается, на темных берегах Орда и Альянс сражаются за Сильдрасил. События ограничены по времени. Если же у вас есть желание принять участие в этом событии, получить, по-моему, великий подвиг за это даже дают, получить маунта для Альянса Гиппогриф и для Орды тоже дают весьма интересного маунта, не буду говорить кого, то обязательно поучаствуйте, оплатите эту замечательную игру и поиграйте. Лишним оно не будет уж точно. Ну а 14 августа, само собой, конечно, выходит само дополнение Battle for Azeroth и ждет нас самый веселый контент этого года, а именно прокачка 110-го до 120-го. Ну а касательно выбора моего класса, все достаточно просто. Как я играл за танков, так я и продолжаю за танка, так я и буду их ротировать. Теперь ротировать я их буду еще активнее. Опыт Легиона дал мне знать о том, что ротация танков крайне важна. Если у вас есть желание, можете поучаствовать в опросе в ВК-группе. Он закреплен в самом верху. От вас требуется самый обычный голос, который на самом деле повлияет, так как в текущий момент между монахом и друидом горит, ну, просто необъятная война. О, вылетела. Хороший лоцк, кстати, на самом деле. Можете им насладиться. Ну что ж, всех вам благ, счастья, здоровья. Пойду я ссылочки вам в описании закидывать. Удачи в выборе класса. Больше я ничего не могу сказать. Надеюсь, вы выберете тот класс, который будет вам нравиться и за который вы отыграете очень большое количество времени. К примеру, Воин, на котором я сейчас находился, он был создан в августе 2009-го. Потом я некоторое время подписку не оплачивал. Далее уже в сентябре 2010-го я получил 80-й левел. Ну, а с того момента, играя ежедневно по 4-5 часов в среднем, начал осваивать мир военного ремесла. Получается так, что своего Рыцаря Смерти второго танка, более-менее такого основного, на котором я начал чистить серьезные рейды. Создал я его, точнее, докачал я его до 110-го в июле 2017-го года. То есть, очень долгое время относительно серьезно танков я не менял, так как Воин меня устраивал полностью. Но, Легион абсолютно все перевернул с ног на голову, а Battle of the Zero тем более. Так что, на самом деле, в Варкрафте в текущий момент все классно, и именно сейчас стоит начать в него играть, дабы разобраться в механике классов, разобраться в себе и выбрать то, что хотите именно вы. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, не болейте, удачи вам в Battle for the Road. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok